Уважаемые товарищи, третий доклад по вопросу-отчету и задачи партии. Здравствуйте, товарищи! От имени организационной комиссии позвольте делать доклад. Прошедший год был непростым как для всей нашей страны, так и для партии. Мы знаем, что он непростой с точки зрения эпидемиологической обстановки, с точки зрения экономических условий, что привело к увеличению, усилению давления работодателей на работников. Которые стремились, как всегда, переложить свои издержки, свои потери от введенных ограничений, от нарушения нормального порядка деятельности предприятий на плечи работников. Мы знаем, что такие факты наблюдались повсеместно, и это, конечно, тоже предмет для нашего изучения и борьбы с этими явлениями. Тем не менее, партия продолжала выполнять свою задачу соединения научного социализма с рабочим движением. Этот год был непростой и для рабочей партии России, и в особенности для Ленинградской организации, о чем уже говорил Дмитрий Юрьевич. Действительно, в начале года была борьба с группой ревизионистов под руководством бывшего секретаря Ленинградской организации Герасимова, который резко разошелся с решением идеологической комиссии Центрального комитета по вопросу о контрреволюции 1961 года и в последующем занял антипартийную позицию, что привело к антипартийным выступлениям, к антипартийным действиям и, по сути дела, к попытке захвата Ленинградской организации. Здесь я хотел бы отметить слаженные, сплоченные действия рабочих Ленинградской организации, которые сумели организоваться и дать достойный отпор ревизионистам, чего они не ожидали и, собственно говоря, благодаря чему они и потерпели поражение. Это привело к тому, что ряд наших бывших товарищей были исключены из рабочей партии России. К сожалению, они увлекли за собой часть колеблющихся, в том числе и рабочих. В том числе мы знаем, что и поредели ряды членов Центрального комитета во всех комиссиях, и в том числе и в организационной комиссии. Это привело, конечно, к определенному оттоку из партии, что не могло не сказаться на общей численности партийных рядов. Кроме того, в течение года проводилась активная работа, в особенности в Ленинградской организации, по налаживанию учета партийных кадров, по восстановлению связи с отдельными членами партии, по выявлению тех членов партии, которые только номинально числились в рядах рабочей партии России, но фактически не вели партийные работы и не уплачивали членские взносы. И также эти люди, которые были приняты в партию, но партийные работы не вели, они были исключены из рядов Рабочей партии России решением Ленинградской партийной организации. По итогу года общее число членов Рабочей партии России уменьшилось с 226 до 209 человек. Но вместе с тем за прошедший год увеличилось как абсолютное число рабочих членов Рабочей партии России, так и увеличилась доля рабочих в Рабочей партии России. Число рабочих возросло с 42 до 52. И это несмотря на то, что ряд рабочих, как я уже сказал, покинуло вместе с Герасимом ряды Рабочей партии России. И таким образом доля рабочих в Рабочей партии России возросла с 1,5 до 1,4. То есть сейчас четверть рядов Рабочей партии России составляют рабочие. Организационной комиссией Центрального комитета произведен анализ демографического состава Рабочей партии России. На сегодняшний день абсолютно преобладают мужчины. У нас в Рабочей партии России 194 мужчины и всего 15 женщин. Но это женщины настоящие звездочки, это жемчужины, так сказать, в нашем ожерелье. О каждой из них можно делать отдельный доклад, рассказать об их работе. Действительно, эта работа разнообразная, они участвуют в различных аспектах работы партии. Здесь присутствует делегат Минградской организации Кошкина Полина Сергеевна, член редакции Красного радио, член редакции Народной правды, которая поручена делать очередной выпуск Народной правды, дизайнер Народной правды. Следует также отметить работу Водневой Татьяны Валерьевны, также члена редакции Народной правды, которая принимает самое активное участие в формировании выпуска, в верстке, в редактировании текстов и также в распространении печати. И, кроме того, мы знаем, что она еще очень талантливый человек, и поет, и выступает на сцене, и находит для всего этого время. Большую работу по распространению ведет Тоболина Татьяна Ивановна, в Омске это цифры распространения, которые, наверное, сложно даже представить себе, потому что в других городах, в общем-то, конечно, пока еще таких темпов распространения нет. И все это на своих, ну, естественно, не одна, вместе с другими омскими товарищами распространяет огромное количество газет. От нее не отстает Сарсова Ксения Федоровна. Мы знаем, что также по ее отчетам распространение не всегда бывает гладким, и здесь я хотел бы призвать мужчин, членов Рабочей партии России, оберегать наших женщин, защищать их, так сказать, не давать в обиду, потому что, действительно, ситуации бывают разные, и по мере обострения борьбы, наверное, здесь нужно быть особо внимательным. И издание «Побережная Оксана Николаевна» способствует борьбе рабочего класса России и развенчивает буржуазные мифы, так сказать, сытой, спокойной и счастливой жизни в развитых капиталистических странах. Ну и, наконец, Школовцова Екатерина Сергеевна также развенчивает антинаучные мифы, и это голос разума, так сказать, в этой истерии антипрививочной и так далее, то, что, конечно, позволяет нам получать знания, можно сказать, из первых рук. Нет, к сожалению, возможности пересислить работу всех, но вот я бы хотел обратить внимание, что, несмотря на то, что такая группа небольшая, но, тем не менее, работа её очень заметна в рабочей партии России. По возрасту. Самая большая группа от 31 до 40 лет, 77 человек, и от 41 до 50 лет, 54 человека. То есть, это наиболее активные в социальном, профессиональном плане люди. Это люди, конечно, у которых есть семья, как правило, да, и которые ещё обременены семейными заботами, но, тем не менее, они находят время для партийной работы и для борьбы за интересы рабочего класса. Максимальный рост партийных рядов наблюдался в 2018-19 годах, поэтому в настоящее время по стажу большую часть, более 100 человек составляют члены рабочей партии со стажем от 1 до 3 лет. В то же время я бы хотел отметить, что в этом году прирост составил около 40 человек. То есть, около 40 человек – это те, кто имеет партийный стаж до года. То есть, партия наша достаточно быстрыми темпами омолаживается. Не только по возрасту, но и по количеству вступивших людей. В то же время я бы хотел отметить, что есть группа ветеранов. Это те, которые стаж, условно говоря, ветераны не потому, что они вышли, так сказать, в отставку, а потому что это наиболее опытные, наиболее искушённые бойцы, наиболее твёрдые в идеологическом плане. И это люди, которые в партии больше 20 лет, которые обеспечивают преемственность в работе партии и, в общем-то, продолжают линию, на самом деле, от КПСС, от ВКПБ. И это очень важно, потому что наша партия не должна отрываться от корней. И не забывать, что она появилась не из воздуха, она не была создана как какая-то новая организация. Она родилась из наиболее идеологически выдержанной, наиболее стойкого ядра коммунистической партии Советского Союза. В 2021 году впервые в новой истории, скажем так, о рабочей партии России была создана производственная партийная организация, первичная партийная организация «Нового Ростельмаш» в Ростове-на-Дону. К сожалению, она просуществовала недолго. В силу различных обстоятельств мы вышли из партии, или были исключены ряд ее товарищей. Но, тем не менее, был получен первый опыт создания такой организации. В организационной комиссии был разработан регламент работы первичной партийной организации, порядок ее взаимодействия с территориальной организацией, порядок уплаты взносов, создания и упразднения первичной производственной партийной организации. И это поможет созданию и налаживанию работы первичной партийной организации на других предприятиях. Кроме того, полученный опыт говорит о том, что первичная партийная организация на предприятии, так же, как и вновь созданная профсоюзная организация, не должна широко афишировать свою деятельность. Может быть, она должна вести еще более скрытно свою работу и разговаривать с людьми, теми, кто уже действительно проверен, те, кто доказал свою преданность делу рабочего класса, работы в профсоюзной организации и отстаиванию интересов коллектива. И уже таких товарищей принимать в ряды членов первичной партийной организации на предприятии. Орг комиссии ЦК участвовал в подготовке партийных мероприятий, вы прекрасно об этом знаете. Кроме того, был принят ряд решений по важным вопросам организации партийной работы, о персональных данных членов рабочей партии России. Это важно, потому что были попытки придать широкую огласку персональным данным членов рабочей партии России, распространять их широко, якобы для того, чтобы расширить наше влияние, привлекать, чтобы можно было, так сказать, в каждый момент достучаться до любого члена партии. Это тактика неправильная. Все члены партии находятся в разном положении, и далеко не все, как вы знаете, в том числе и на своих предприятиях, далеко не всех мы можем вот так вот широко афишировать. Было принято также решение об учете распространения партийной печати, и оно эффективно осуществляется. Это позволяет, во-первых, планировать количество издаваемой печати, и, кроме того, учитывать те предприятия, на которые попадают наши газеты, и на которые находятся под нашим влиянием. И где в перспективе могут быть созданы, при появлении членов, при вступлении работников рабочей партии России, созданы первичные партийные организации. Также постановление было принято, решение о порядке уплаты членских взносов членами РПФ с доходами ниже прожиточного минимума. Это также важно, потому что мы должны, с одной стороны, требовать соблюдения устава всех членов партии, с другой стороны, партия должна поддерживать своих членов, тех, которые находятся в сложной жизненной ситуации. Несмотря на то, что общепартийный план не был утвержден всеми организациями или руководящими органами партии, тем не менее, план был разработан, он представлял из себя компиляцию планов всех наших территориальных организаций, и в целом, можно сказать, он был выполнен. Но не были достигнуты, заложены в план целевые показатели по приему рабочих в партию. Конечно, это, скажем так, пункт был немножко волонтаристски протащен в план, но заведомо этот план был невыполним, скажем так, потому что одно дело должествование, а другое дело реальные цифры, которые, если они занесены в план, они должны выполняться. Поэтому необходимо более ответственно подходить к планированию и поднять планирование на новый уровень. План должен исходить из партийного центра, должен, безусловно, учитывать планы территориальных организаций, но, тем не менее, он должен быть утвержден руководящими органами партии. Здесь оптимально это должен быть съезд, или, по крайней мере, центральный комитет, который осуществляет партийное руководство в период между съездами. Должна быть продолжена полномерная работа по привлечению рабочих в ряды рабочей партии России для осуществления решения 27-го съезда, и что должно привести к созданию первичных партийных организаций на тех предприятиях, на которых работают наши товарищи, а территориальные партийные организации должны создаваться уже на основе первичных партийных организаций на предприятиях. То есть порядок формирования должен быть именно такой опорой. Территориальные партийные организации должны быть первичные партийные организации на предприятиях. Спасибо. Уважаемый товарищ, предлагаю слово для отчета мандатной комиссии, председателя мандатной комиссии, товарищ Педник. На данный момент присутствуют делегаты рабочие, 16 человек. Делегаты не рабочие, 7 человек. Всего 23 человека. От московской организации есть один делегат, просто тот присутствует на прокал. Сколько рабочих? Рабочие 16, не рабочие. Уважаемые товарищи, предлагается отчет мандатной комиссии принять к сведению. И утвердить, да. Прошу голосовать. За, против, сдержавшись. Спасибо. Продолжение следует...